Уважаемые товарищи участники совещания, сегодня на ежегодной коллегии ФСБ России предстоит всесторонне проанализировать работу ведомства, обозначить приоритетные направления и задачи на ближайшее будущее. В целом, за 2006 год деятельность органов безопасности заслуживает положительной оценки. Серьезным шагом в развитии стратегии антитеррора стало создание Национального антитеррористического комитета во главе с директором ФСБ. Один из результатов – реальное повышение скоординированности действий ведомств в борьбе с террором, в том числе по нейтрализации бангрупп и их главарей в Чеченской Республике. Наиболее одиозных из них. И говорил уже об этом неоднократно, хочу повторить еще раз. Общество, страна, народ России давно ждал этих результатов, которые были достигнуты в прошлом году. Заметно вырос и общий уровень оперативной работы, что сказалось и во время проведения международных мероприятий. Четко действовали сотрудники ФСБ в ходе обеспечения саммита группы 8 и встречи на высшем уровне с Евросоюзом. Все это – важные свидетельства укрепления потенциалов ФСБ, зрелости и профессионального роста ее структурных подразделений. Я думаю, что мы можем сегодня наблюдать то, как люди, имеющие большой оперативный опыт в тесном контакте со вновь пришедшими сотрудниками, сотрудниками нового поколения, создали достаточно эффективно функционирующую кадровую среду. Это сказывается на результатах. Я хочу поблагодарить руководящий состав и рядовых сотрудников службы за добросовестное выполнение своих обязанностей. Вместе с тем, задача обеспечения национальной безопасности требует от ФСБ постоянного совершенствования своей деятельности. Прежде всего, нужно продолжать наращивать усилия по предотвращению террористических актов. Именно вы отвечаете за координацию такой работы и не только с силовиками, но и с другими нашими коллегами в других ведомствах и органах власти. Как вы знаете, недавно в связи с объявлением повышенной террористической опасности прошли проверку важнейшие элементы государственной системы антитеррора. Здесь были важны все составляющие и оповещения граждан, и алгоритм действий правоохранительных органов, федеральных и региональных властей. Есть над чем подумать и есть чем заниматься. О новых инструментах в борьбе с террором шла речь и в ходе Всероссийского координационного совещания правоохранительных органов. Как известно, уже в скором времени будет создан Объединенный банк данных по проблемам борьбы с терроризмом. Он будет в том числе содержать дактилосипическую информацию об обвиняемых и осужденных за теракты, другую полезную информацию для ведения текущей оперативной работы. Важной задачей остаётся перекрытие лазеек проникновения на российскую территорию международных террористов. В этой связи прошу уделить особое внимание планомерной реализации федеральной программы «Государственная граница». Приоритетная задача здесь, как и в прошлом году, обустройство наиболее сложных участков на Северном Кавказе. При этом надо продолжать работу по формированию современной пограничной инфраструктуры. Повышение пропускной способности погран-переходов способно оживить хозяйственную жизнь многих приграничных регионов страны. А появившиеся новые технические возможности активнее использовать для пресечения контрабандных товаров, перемещения контрабандных товаров, нанесения ущерба морским биоресурсам, природным богатствам. Всё это реальные шаги по обеспечению экономической безопасности страны. Вы знаете, российская экономика находится на этапе устойчивого роста. И деловой климат в стране должен быть надёжно защищён от коррупции, от преступлений в сфере экономики. На данном направлении в прошлом году достигнуты некоторые результаты. Предотвращен ущерб государству, который вами же оценивается где-то в районе 47 миллиардов рублей. Возбуждено свыше трёх тысяч уголовных дел. Но вы хорошо понимаете, что дело здесь не только в конкретных убытках. Подобные преступления, если они остаются безнаказанными, разлагают общество. Наносят серьёзный удар по репутации России как страны с цивилизованной экономической средой. Подчеркну, эффективность вашей работы во многом оценивается в обществе по результативности следственных подразделений. И здесь не следует увлекаться количественными показателями за счёт малозначительных уголовных дел. Важно направить усилия на тщательное и всестороннее расследование преступлений, представляющих непосредственную угрозу безопасности России. И, наконец, нельзя забывать, что новые возможности для борьбы с преступностью открывает артификация России международных антикоррупционных конвенций и соглашений. Уважаемые коллеги, в этом году пройдут очередные выборы в региональные законодательные собрания и Государственную Думу. Это важнейший демократический механизм формирования государственной власти. Власти, ответственной и избранной в результате здоровой политической конкуренции. В этой связи важно не только обеспечить законность и правопорядок, но и обезопасить общество от вброса в общественно-политическое поле идеологии экстремизма, национальной и конфессиональной нетерпимости. Подчеркну, работа здесь должна идти строго в правовых рамках. А любые ваши действия – опираться на положение Конституции и российских законов. Еще одна ключевая задача ФСБ – это повышение эффективности контрразведывательных операций. Современная Россия ведет активный и многовекторный внешнеполитический курс. Мы все более уверенно интегрируемся в мировую экономию. И важно не допустить утечек охраняемой информации в политической и экономической областях. Надежно защитить перспективные научные разработки и технологии. От этого во многом зависят и внешнеполитические позиции России, и ее конкурентоспособность на мировых рынках. Отдельно остановлюсь на такой важной теме, как укрепление кадрового и материально-технического потенциала ФСБ. Вы знаете, что в 2006 году расходы бюджета на ФСБ повысились на 27%. И в бюджете 2007 года заложен аналогичный рост. При этом денежное содержание кадрового состава увеличится почти на четверть. Обращаю ваше внимание, что это более чем в два раза больше, чем в среднем по стране. Закупки вооружения в рамках гособоронзаказа на 20%, а расходы на капитальное строительство увеличатся более чем на 73%. Отмечу также, что отдельное внимание будем уделять и решению жилищной проблемы сотрудников и ветеранов органов безопасности. Рассчитываем, что эти меры позволят серьезно укрепить и модернизировать материально-техническую базу ФСБ. В целом, они должны стать важным стимулом для повышения эффективности вашей работы, для кадрового роста сотрудников. Повторю, общество ждет от вас действенной защиты государства и общества, надежного обеспечения прав и свобод граждан России. Я уверен, вы приложите все усилия, чтобы достойно выполнить стоящие перед вами задачи. Желаю вам успехов и благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...